всем привет с вами наталья и вы на канале art money kz канал по вязанию в этом коротком видео я хочу показать вам способ соединения двух деталей называется он метод 3 спиц то есть петли находятся на двух спицах вот в данном случае у меня одна спица и вот 2 и вот так вот складываются и соединяются при помощи 3 спицы поэтому он так и называется для каких видов соединения подходит деталей ну например можно сшить плечи вот у меня сшито плечо вот так выглядит с изнанки вот он рубчик небольшой и вот так выглядит с лицевой стороны причем этот шов он такой но достаточно стабильный то есть он держит вот эту линию плеча также вот сейчас например я обрабатываю горловину и я точно также набрала петли двойным набором то есть из изнаночной вот видите стороны у меня петли набраны и с лицевой стороны провязала вот такую планку на двойную высоту сейчас я ее подогну и буду соединять две детали вот этим методом трех спиц и так давайте будем присоединять итак вот я соединила расположила рядом две спицы петли на них расположены вот таким образом берем удобно вот таким образом в руку спицы и я буду соединять более тонкой спицей чтобы получить более опять же не растянутый более такой тугой скажем так край соединения смотрите попеременно мы подхватываем по одной петле с каждой спицы 1 с одной спицы и одна петля с другой спицы подхватили вытягиваем новую петлю вытянули новую петлю вот эти две петли со спиц снимаем далее следующую петлю подхватили на одной спицы еще одну петлю на другой спицы вытягиваем новую петлю снимаем но теперь мы предыдущую вернее последнюю протянем сквозь предыдущую вот таким образом еще раз захватили две петли с каждой спицы по одной петле соответственно при помощи рабочей нити сформировали еще одну петлю и протянули последнюю сквозь предпоследнюю таким образом мы закрываем вот этот край вот так и протягиваем вот таким образом давайте сейчас я провяжу часть и покажу что получается и потом еще раз закрепим и так вот я уже закрыла часть вот видим как у нас получается по изнаночной стороне вот такой вот опять же рубчик ну то есть закрытие и вот так с лицевой стороны ну вот и давайте еще раз я покажу как сделать такое закрытие чтобы закрепить вот здесь у нас на правой спице всегда есть вот эта одна петля которую мы протягиваем сквозь предпоследнюю и так захватываем одну петлю с одной спицы еще одну петлю с другой спицы вытягиваем новую петлю протягиваем последнюю петлю сквозь предпоследнюю еще раз подхватываем две петли по одной из каждой спицы вытягиваем и протягиваем ну и надо сказать что количество петель на каждой спице но должно быть одинаковым чтобы мысли могли соединить вот так вот попарно скажем наши петли и еще хочу показать как можно немножко себе помочь упростить вот это вот вот эту задачу используя крючок если есть крючок вот эту вот петлю которая одна образуется мы ее переоденем на крючок потянем и и действия которые выполняли спицы будем выполнять крючком все то же самое заходим две петли со спиц вытягиваем новую снимаем и протягиваем петлю еще раз захватываем две петли заходим в них вытягиваем новую и протягиваем я получится точно такой же край вот таким образом ну и это действие повторяем до тех пор пока не закончатся все петли и затем одну последнюю петлю закрепляем вот как обычно мы закрепляем но сейчас я покажу как и еще вот совет старайтесь не сильно как бы подтягивать потому что этот шов он но вот достаточно видите такой плотненький то есть не перетянуть соблюдайте баланс практически я соединила осталось вот последние две петли их точно также подхватываем вытягиваем новую петлю протягиваем ее сквозь последнюю аккуратненько вот тоже подтянем и вот здесь если вы крючком если спицы то на спицу таким вот образом и еще раз вытягиваете ну собственно все вот этот хвостик отрезаете и затем прячете куда вам нужно вот таким образом выглядит у нас вот это соединение и вот таким образом лицевой стороне тут ничего не будет видно потому что соединяли по изнанке ну на этом в принципе все что я хотела показать про этот способ я желаю вам удачного вязания если у вас остались какие-то вопросы пожалуйста спрашивайте я постараюсь на них ответить напоминаю вам про то чтобы вы поставили палец вверх потому что это нужно для развития канала подписывайтесь на канал всем очень рада также подписывайтесь в инстаграм ссылка в инфобоксе всем пока увидимся в следующих видео